Очередное совместное заседание антитеррористической комиссии и комиссии по предупреждению в обеспечении ситуации обеспечения пожарной безопасности городского округа и бассейна. На повестке дня, как всегда, актуальные вопросы. Безопасность во всех ее проявлениях, от профилактики психологического террора в образовательных учреждениях до подготовки территориальной подсистемы МОСЧС к весенне-летнему пожароопасному периоду. Началось совещание с одного из самых насущных вопросов – реализации требований к антитеррористической защите образовательных учреждений. В перечень вошли 32 объекта образования. Это 17 дошкольных организаций, 8 общеобразовательных учреждений, 2 частных образовательных учреждения и Центр дополнительного образования. В соответствии с решением комиссии были установлены следующие категории опасности объектов. То есть у нас выявлено 5 объектов, которые соответствуют первой категории, 2 объекта, соответствующие второй категории опасности, 23 объекта, соответствующие третьей категории опасности и 2 объекта, соответствующие четвертой категории опасности. На основании данных, выявленных при проверке прокуратурой города, был намечен план и сроки устранения недостатков. Проблема буллинга, скулшутинга и колумбайна в современных школах стоит на остром контроле служб безопасности. Очень важный вопрос, очень актуальный, потому что, сами понимаете, вся наша жизнь сейчас проходит практически в нем молодежи в соцсетях. Решение проблемы – профилактические мероприятия, направленные на борьбу с распространением деструктивных субкультур в подростковой среде. Все присутствующие на совещании отмечают надобность расширения работы социальных педагогов и психологов в образовательных учреждениях. О мерах обеспечения общественной безопасности в канун грядущих праздников говорят уже сейчас. В планах разработка и осуществление дополнительных мер антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, обеспечение устойчивой работы водоканалом, уборка территорий, а также усиление дежурства аварийных служб.